Привет, дружище! Это будет короткое, но спасательное видео для новичков в дисплейсмент. Итак, рассмотрим две самых частых проблемы с диспами. Первое. Швы между разными диспами. Если у тебя стыкуются два диспа с разной плотностью сетки, то при изменении рельефа неизбежно толкнешься на такие артефакты. Ужас, мрак, тлен. Но исправить такую проблему очень просто. Для этого была создана функция софт. Просто выделяем проблемные грани и кликаем на эту кнопку. Как видим, все отлично. Ну а чтобы такие ситуации возникали как можно реже, то при работе с полигонами ставь галочку на ауто софт. Вторая ситуация. Вот, к примеру, нам требуется создать рандомный рельеф, вплотную прилегающий к обычному брашу. Когда мы это делаем, то чаще всего можем наблюдать картину, когда дисп не стыкуется. И софт тут уже никак не поможет. Но и здесь все проще паренной репы. Выделяем нужный дисп и кликаем на кнопку Paint Geometry. И вот тут находим эффект Race 2. Он вытягивает вертексы диспа на нужную высоту относительно начальной. То есть, ставим 0. И теперь все вертексы, на которые мы будем воздействовать, будут опущены на нулевую высоту, тем самым стыкуясь с обычным брашем. Ну и напоследок, о рисовании. В Source есть специальные blend текстуры, имеющие в себе два разных изображения, которые можно налаживать друг на друга. Чтобы рисовать, поверхность браша должна быть превращена в дисплейс. Далее жмем Paint Alpha или же отражаем текстуру, нажав Invert Alpha. Когда мы рисуем, нам доступно три режима. Race Lover позволяет нам левым правым кликом мыши наносить одну из текстур поверх другого. Также нам доступна сила прозрачности и размер кисти. Второй режим рисования Race 2 позволяет нам вернуть прошлый слой, если мы несколько раз перерисовывали поверхность. Ну и третий, достаточно полезный режим Smooth. Смешивание двух слоев в один клик. Вот так. Ну, надеюсь, хоть что-то из этого ролика тебе пригодилось. А на этом я прощаюсь. Жду как хатика ваш донат, и буду думать, чтобы еще реально полезного показать тебе чайнику. Пока-пока.